Всем привет, друзья! Меня зовут Константин Муравьев, и вы на моем канале, который полностью посвящен недвижимости Москве и Московской области. Однако я все еще в Таиланде, на острове Пхукет. Со мной все так же Алексей и Вадим из агентства Sina Thai Property. Да, все верно, Sina Thai. А, Sina Thai Property. Блин, не могу никак. Скоро научусь. И сейчас, как я и обещал, мы будем с вами обозревать виллу ценой миллион сто тысяч долларов США. Мы с вами сейчас на строительной площадке. Тут прямо идут сейчас работы. Мы с вами посмотрим, кстати, элементы, как строят эту недвижимость, как виллу эту строят. Опять же, вам дадим очень много инсайдерской информации о сделках с недвижимостью в Таиланде, о подводных камнях. Потому что здесь без агента, надежного агента, проверенного, покупать, я думаю, вообще не стоит. Очень много заброшенных строений, очень много людей, которые потеряли деньги, да? Есть такие, которые не получили собственность. То есть недвижимость готова, но не могут вступить в собственность. То есть, соответственно, не могут жить и сдавать? Могут жить, но они не владеют этой собственностью. Здесь проблемы с застройщиком. Вот как я в машине говорил, когда сам основной документ, где нужно будет вписываться в ваше имя, что вы владеете этой недвижимостью, в залоге в банке. То есть, ну, под вашу недвижку взяли денег, чтобы строить еще недвижку. Но вам об этом не сказали, да? Класс. И это всего лишь один из эпизодов приключений, в которые можно попасть, покупая недвижимость на острове Пхукет в Таиланде. Но если вы самостоятельно пойдете, в принципе, с Алексеем, с Вадимом такие приключения вас точно не ждут, все будет хорошо. Но это была не минутка рекламы, а теперь все-таки возвращаемся к обзору виллы. А начнем, наверное, что? Вот здесь стройка, пойдем потихонечку через стройку, будем рассказывать вам, в общем-то, о месте, о локации, о плюсах и минусах, ну и, собственно, обозревать. Итак, Алексей, давай, наверное, начинай. Находимся мы на пляже Бангтау, от пляжа 4,5 километров. Это примерно 7-10 минут на автомобиле, в зависимости, если есть пробки или нет. Место достаточно тихое, посмотрите, какие горы. То есть мы прямо недалеко от национального парка, на горах ничего не разрешено строить, то есть так оно и в будущем будет. Поблизости есть в пешей доступности Теско Лотос, это, наверное, в России аналог Магнита. Да, можно покушать. А, супермаркет. Супермаркет. Также есть еще недалеко такой центр притяжения Бот-авеню, это пешеходная улица с ресторанами, магазинами. Что там еще есть? Вечером живые шоу, фаер-шоу, на барабанах там ребята играют, выдают брейк-данс, очень оживленная кухня, оживленная улица. По пятницам рекомендуем, мы с семьей туда, каждую, наверное, пятницу приезжаем. Круто, а до аэропорта сколько ехать? Примерно 30 минут при любом трафике. 30 минут до аэропорта, значит, есть горы, воздух классный. Кстати, давайте я вам покажу стройку. Мы-то сейчас пойдем посмотрим, здесь комплекс из восьми вилл, да? Здесь 12, стоящийся 9 будет. Вот там идет стройка, еще 9 вилл. Ну, как они будут выглядеть, вы можете посмотреть на примере вот этой. Вот уже почти готовы недвижимости. Итак, пойдем. Кстати, можем сразу немножечко увидеть инсайдерскую информацию, то есть вам предоставить, из чего строят. пройтись в построечке. Сколько я понял, монолитный каркас, плиты, потолок, это плиты. А вот смотрите. Синие трубы, вода. Колонны, монолитные. Вот стена из кирпича, из красного. Можно пройти, в принципе, я думаю, никто не запретит. Ну, если можно, давай пройдем, посмотрим. Аккуратно под ноги смотрим, потому что эти арматуры, я уже пару раз такое дело, было. Слушай, ну да, фундамент вот отлит. А ты еще говорил, здесь технология такая, сваи, да, забивают? Именно те, где на виллы сваи забивают, на кондоминиуме, так как вверху у нас очень так сильно давит весь бетон, там заливной монолит. То есть вырывается земля, заливается, и оно все цельное. А, ну я понял, стилобат, да? По-моему, называется стилобат. А, крыша, вот конструкция крыши. Вот с этим оттеплением. Это, видимо, термальная защита. Что жарит сильно сверху. Hello! Садик, ап? Система кондиционирования, видим, да, здесь центрально она сделана. Как раз видно. Слушай, класс, что мы зашли на стройку. Очень круто. Вот там бассейн. Черепица, видимо, мягкая. Если я посмотрю отсюда, да? Мягкая кровля. Даже не черепица, это что-то такое вообще. Плошное покрытие. Так, ну что, пойдем дальше. Пока идем до нашей виллы, которая уже, кстати, с отделкой и с элементарной мебелью. То есть, кухня, мебель на кухне стоит, шкафы, что там еще, техника кухонная тоже вся есть. Чтобы вы понимали, 12 вилл уже проданы, ну, больше чем в год. Продаются такие виллы в районе, Банг Тао, очень быстро. Ты имеешь в виду, год как они проданы? Здесь продали еще на котловане. То есть, вот это вот здание, где мы только что были, она уже давным-давно продана. Их только сейчас начинает доставиться. Покупаются в основном на котловане такие виллы. А, так, пойдем. И вот в новом, там где сейчас стоится 9 из 9, а осталось 6. Ну, смотри, у каждой виллы трансформаторная будка или как это называется? Что это такое вообще? Да, трансформаторы. А, ну, будка, да, трансформатор. Счетчики наружные, да, здесь. Да, вот там висят, висит проводка уже, вода горячая. Ниша. Мусор сюда. Да, то есть, чтобы никто домой не заходил, здесь специальная дверь открывается, они забирают мусор у вас и уезжают. Класс. Кстати, хорошо, что ты сказал. Подсветка, да, вот это уже, смотри, установлено. Да. Здесь будут газоны. Закрытая территория. Закрытая территория будет с охраной, с видеонаблюдением и наружное освещение. Здесь уже, видите, как-то цивильно. А landscape, так называемый, да, озеленение, все будет красиво. Ну, они уже вот кустики воткнули, пальмы. Слушай, ну, классные ворота, это все застройщик, да, ставит? Да, застройщик это сразу предоставляет. На кнопку нажал, ворота открылись. Так, вот наша вилла ценой 1 миллион 100 тысяч долларов американских. Здесь на сколько? На три машины, на две? Два парковочных места. Здесь больше такое кладовое помещение, где керфер кто-то хранит, кто еще может. Машины зимние, летние. В Таиланде такого нет. А здесь что? То же самое? Здесь каждые 4 года просто меняешь резину и все. А, не, я имею в виду, это что такое? Оп. А, здесь щитовая, да? Так, это то, о чем говорил Алексей. Очень такая интересная система. Я сюда кинул мусор, с той стороны его бригада мусорщиков забрала. А это что? Это вход, да? Да, это основной вход для гостей. То есть мы-то сейчас зашли через ворота. Замочек такой. Раз. А, тут закрыто. Кстати, дверки, вот если честно, у них узковаты. Ну, вернее, чтобы пройти, допустим, с коляской или с сумкой, нужно открывать две створки. Ну, по-хорошему. Это что такое? А, это выключатель? Это Динь-Динь. А, звонок. Да, я заметил, дверь у них, конечно, узковата. Не только здесь вообще. Так, здесь уже начинается садик. Окна в пол. Там, кстати, офис сейчас на большой продаж. Не будем заглядывать. Садик уже, растения высажены. Алексей, по технологии чуть-чуть скажи, это дерево на потолке? Ох, они используют тик. Это тиковое дерево должно быть, потому что оно влагоустойчиво. Да, его специально обрабатывают. Некоторые застройщики извращаются. Они специально дерево, японский ламинат везут сюда. Здесь вдоль стены у вас такой проход, но сделан ландшафтный дизайн. То есть посажены красивые растения, все классно. А эта дверь, мне сейчас Алексей рассказал. Вы знаете, очень интересный подход у них, у ребят. Это дверь на кухню. Здесь вообще в тайском доме, в тайской вилле, у людей обеспеченных, у них две кухни. Одна, которая для гостей, чтобы вау, эффект создавать, и чтобы там, не знаю, венца налить. А вторая, на которой готовит прислуга, или как его назвать, персонал. Хотел сказать, борщ. Хотел сказать, борщ готовит. Том-ям готовит. То есть вот так заходим, понимаете, и это совсем другая кухня. Ну, сейчас, ну, я вам уже показал, не выдержал. Ну, ладно, еще с другой стороны загляну, вы поймете, о чем речь. То есть это кухня для готовки. И вход на нее отдельный с улицы. В строящихся виллах можно выбирать мрамор, что вы хотите. Это все, в принципе, они предоставляют такой небольшой лист, какой цвет, все это можно поменять. И, в принципе, вот вторую кухню, если она вам не нужна, вы можете переоборудовать как комнату для прислуги. А многие так и приезжают с детьми, то есть чтобы нянечка готовила. Вот у меня ребята из Гонконга прилетают, они филиппинку наняли, они ее тетя называют. Она им и готовится за детьми. И у нее там отдельная комната. Здесь такое панно из камней тоже классное. В принципе, мне нравится. Да, в зависимости, кто как хочет. Многие прям красным выделяют, дракона какого-то здесь. Я понял, тюнинг не имеет границ азиатских. Понеслась, входим в главное помещение. Итак, при входе, смотрите, такой шкафчик. Я почему-то думал для одежды, но он просто с полочками. Ну и, кстати, не понимаю зачем. Для чего, точнее. Так, это закрыто. На полу что-то подобное керамограниту. Очень много везде розеток, выключателей. Свет зонирован максимально сильно. При входе сразу санузел. Он как гостевой, ну или просто при входе санузел. Большое помещение. Всего здесь 400 метров, да? В зависимости от сколько комнат. Трехкомнатные минимально 400 метров. Есть еще 4-комнатные 500 метров. И есть разные земельные участки. Цена варьируется от 33 миллионов до 40 миллионов. Это бат. Ты говоришь в батах, не забывай. От 900 тысяч долларов до 1 миллиона 100. Вот это получается, да, 1 миллион 100. То есть это вилла, на которой мы сейчас находимся, 400 квадратных метров. И под ней участок 6 соток 200 метров. Да, 6 и 2 соток. 4-комнатные. 4-комнатные. Ну и вот та самая кухня гостевая, которой все хвалятся. Правильно? Да, сюда приходите и показываете своим друзьям, какая у вас крутая кухня. Но готовить на ней, ну как Константин и сказал, здесь сыр нарезать, какие-то снеки и винцо. Да, ну вот шкаф, винный шкаф у вас стоит уже сразу. Здесь что? Посудомойка сразу стоит. Так, здесь, ну, варочная панель сенсорная. Здесь что? Здесь ничего. Ну и куча розеток. Значит, что? Гриль, микроволновка. Или духовка. А вот та самая кухня, где том-ям готовить, чтобы не портить выставочный образец. Если вот электро, ну, что-то разогреть здесь. Но все в Азии любят готовить на газу. А, да, там, кстати, газ. Я понял, да, готовить лапшу. Видите, центральное кондиционирование, как вот я вам показывал, на стройке мы заходили, здесь нет никаких блоков кондиционеров, здесь оно вот так сделано, центральные блоки там внутри зашиты, мы с вами уже видели. Здесь постирочная, техники в ней нет. Такое окошко, очень классное, в тот самый садик, который я заглядывал в самом начале. Плошная стеклянная стена, то есть, ну, раздвижные двери, плотные шторы висят. Застройщик уже, кстати, сразу и шторы вам вешает. Давай выйдем туда. Вот тюль и шторы, будет темно. Ну, здесь классная зона, на полу плитка такая приятная на ощупь, шершавенькая. Вы уж на низ, да, точно не подсказнетесь, голову себе не разобьете, выйдя из бассейна. Это очень важно. Бассейн, кстати, там джакузи, да, зона есть? Да, зона джакузи. Небольшой садик. Опять такая же стена из камней. Там офис продаж у девушек. Такая же стена из камней. Давайте садик посмотрим. О, душ. Ну, это уже балийский стиль. Классный душ. Там, ну, такой интересный газон, по нему, я думаю, можно ходить. Пальмы, видите, посадили. Алексей, застройщик озеленения обязан сделать. Он не может так бросить, да, в бетоне все? Знаете как, изначально покупается на брошюрах фотографии 3D-модели вилл. И по опыту могу сказать, 90% всего соблюдается, включая зелень, освещение, дизайн, все соблюдается. Может быть, какие-то будут отличия, если в течение года производитель какого-то материала поменял марку или что-то изменилось. А так, один в один. И да, то есть озеленением и на картинках, конечно, красиво оно все будет выглядеть. И в реале, уже когда вилла будет готова, все озеленение они берут на себя. А расскажи еще какую-нибудь страшную историю, связанную с покупкой вилл в Таиланде на острове Пхукет. Я объясню почему. Вот у меня, допустим, есть еще инстаграм-канал. Вы не забывайте, переходите по ссылке в описании к этому видео и подписывайтесь на мой инстаграм. Там таких страшных историй, а самое главное, как их избежать и как не попасть в эти приключения. Все описано, и я даю конкретные инструкции бесплатно. Много инсайдерской информации о ценах в Москве. Ну, опять же, я все про Москву в основном. Так что переходите на мой инстаграм, подписывайтесь или на страницу ВКонтакте. Алексей, рассказывай. Знаете, с виллами, в принципе, все в порядке. Такого уж прям, может быть, не понравится по факту, если у застройщика никогда никакого объекта не было достроенного. И они предлагают, что будет все, люкс-класс, обалденно, и вы заходите на виллу. А там эконом. Ощущение там эконом. Да, вот такая вот проблема может быть. Но все равно вы и собственность получите, и все. Громких случаев практически никогда не было. Виллы делают шикарно. Ну, я так понимаю, все равно юридическая часть очень важна, потому что ты можешь купить ее, ну, в смысле, аренду долгосрочную ты можешь купить, либо уже сразу в собственности эту виллу. Тут нужно тоже разбираться, чтобы тебе не продали, допустим, аренду под видом собственности. Такое может быть? Смотрите, по закону Таиланда вы не можете приобрести землю в собственности. Это будет больше аренда на 30 лет плюс два перепродления. 30 плюс 30 плюс 30. 90 лет. Точно так же вы можете перепродавать это, дарить, наследство передавать. Можно взять в полную собственность, но если землю оформить на компанию, а вы являетесь владельцем этой компании, то есть это можно, так сказать, полная собственность. В общем, это хорошо, я понял, ну, судя по твоему диалогу, ты очень сильно подкован в этом вопросе. Так что люди... Много нюансов, очень много. Не стесняйтесь, контакты мои опять же будут в описании к этому видео. Вы мне пишите, звоните, а я вас уже с Алексеем и с Вадимом, в общем, соединяю и купите вы недвижку. Не переживайте, все будет хорошо или продадите, если она у вас уже куплена. Так, пойдем дальше смотреть. Кстати, вот в кондиках, как вы их называете, потолок 2,4-2,6, а здесь хотя бы, я так подозреваю, ну, 2,8, может даже 3 метра есть, да? Здесь от 5 до 6 метров в основном. Ну, это здесь, а я имею в виду 3,20. 3,20? Это 3,20. О, круто, круто, круто. Глазомер у меня уже сбивается, давно в Москве не было. Это спальня? Одна из гостевых спален. Слушай, классно. Ну, полу другого цвета керамогранит уже. Вентилятор, вот там кондиционирование вижу, куча розеток под телевизор выведены, под антенну. О, сам узел, давай посмотрим. То есть, это все застройщик сам ставит, мебель. Встойная мебель полностью входит в стоимость, если же вы хотите. Банные полотенца, вилки, ложки и плюс-плюс-плюс, все, чтобы было, заехали. Там есть пакет мебели специальный. Он порядка миллиона бат. Ну, это сколько у нас? Ну, 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей. Чтобы обставить виллу. Так, ну, душ классный такой, с окном, открывается. Мне нравится тоже в таком баллистном стиле. Да, уже стоят шкафы вот для одежды. В принципе, удобно. Честно скажу, мебель, на мой взгляд, я не знаю, Алексей, как ты считаешь, она, ну, мне кажется, ну, миллион долларов и качество вот этой мебели как-то у меня не сильно стыкуется, честно говоря. Я ожидал что-то более крутого. Ну, это панель, здесь пластик, тоже пластик и стекло. Можно выйти из спальни, естественно, сразу в дворик. Все-таки можно выйти, постоять, посмотреть по сторонам. Очень классная зелень, мне нравится. Круто. Можно пройти в соседнюю спальню, опять же, вот так, раз, по галечке. По галечке здесь такая же плитка, как возле бассейна. А, хотел зайти. Так я не смогу зайти. Где-то птица сидит. А, смогу. Заходим еще в одну спальню. Ну, это уже похоже на хозяйскую, она большая. Это вторая гостевая. А, гостевая тоже. Класс. Ну, тот же самый вентилятор. Мне очень нравятся панорамные раздвижные двери, очень много светов заходит. Согласен, в пол еще остекление. Классная объемность комнаты сразу увеличивается. Эффектно. Санузел, в принципе, он одинаковый, да, они везде одинаковые, я так понял. Планетар здоровый, они что-то любят такие большие. Не знаешь почему? Вот реально на него садишься, как на трон. Так, ну, в принципе, все то же самое. А, здесь еще одно трюмо, это для женщин шкафы. Хозяйская спальня в основном отличается отделкой, она намного больше. Здесь сразу мы видим, что пол-то деревянный. Точно, здесь уже деревянный пол, конечно, размером она побольше. Здесь два, две стены, собственно, из-за стекления панорамного, сразу выход к бассейну. Класс, да, то есть я вышел из кровати и сразу можно нырнуть. Да, давайте еще посмотрим на спальню хозяйскую. Это, опять же, просто декоративная отделка стены, никакой нагрузки она, кроме визуальной, не несет. Вентилятор, кондиционирование, освещение. Здесь еще одно тоже, видимо, под телевизор. Так, здесь зеркало трюмо. Еще шкаф большой для одежды. Да, открываем сразу, свет загорается. Классные, прозрачные, то есть если это для обуви или для каких-то украшений. Сразу посмотрел, что тебе надо. Да, я пытаюсь вспомнить, что в таких хранят, но ладно, не могу. Хозяйская ванная комната. До этого Константин вспоминал балийский стиль. Здесь отдельно душ есть внутри самой комнаты и снаружи. Классно они так углом сделали, природный свет. Ну да, освещение, то есть вся стеклянная стена, классно. Выход сюда в душик. Закрыто. Да, круто. Птички поют здесь уже, хотя вроде как стройка еще идет. Да, миллион сто тысяч долларов, друзья. И скорее всего эта вилла вырастет еще в цене. Но если на этапе строительства, Алексей, мы покупаем виллу, на сколько она вырастает на момент сдачи уже? Так, ну примерно строительство виллы занимает 12 месяцев. Если вы берете в хорошем районе, как здесь, вилла за 12 месяцев будет увеличиться от 5 до 10 процентов. В зависимости, где мы берем. Ближе к морю, она вот на 10 процентов может вырасти. Кстати, здесь до моря сколько? 10 минут на машине, 4 километра. 10 минут на машине. Если такую виллу перетащить, значит, в пешую доступность до моря, ну допустим, не знаю, 500 метров до моря пешком, сколько она будет стоить? Три раза увеличивается. Три раза, то есть где-то 3,5 миллиона долларов? Да. Класс. Вот так вот, друзья, про ценообразование. Кстати, а на вторичке подобную виллу вообще реально купить? Да, можно на вторичке купить такую виллу. Цены будут подороже. Конечно, за миллион долларов такую не возьмешь. Где-то от полутора миллионов есть виллы неплохие. Вторичный рынок сейчас затих. Высокий сезон. Если вы сами не приезжаете здесь, живете, в основном такие виллы очень хорошо еще и сдаются. А за сколько можно сдать такую виллу, можешь сказать? Это... Ну, такую, как мы... Такие виллы сдаются специальными виллами-менеджерами. Это прям профессия есть. У него и зарплата достаточно хорошая. У меня у жены, двоюродная сестра работает. У нее три виллы в управлении. И она сдает такие виллы. Ой, по ценам, я думаю, от 15 тысяч долларов в месяц, и выше. Но это по самому минимуму. Зачем тогда их продавать? Их просто сдавать надо. 15 в месяц... Блин, хорошо. Единственное, что хочу отметить. 15 в месяц это два месяца в году. Декабрь, январь это пик. То есть на Новый год они еще в основном такие виллы снимают, сдают от трех суток до недели. А, на мероприятия всякие. И за месяц 4-7 меняют. Ну, или 4 группы людей, которые приезжают сюда. Слушай, но ее могут убить очень быстро таким образом. Очень большие депозиты берутся. То есть если что-то в вилле будет какое-то повреждение, за это платит человек, который несет ответственность, кто снимает ее. Итак, друзья, обзор виллы четырехкомнатной 400 метров квадратных на шести сотках земли закончен. Помогали вам обозревать эту виллу и мне ребята из агентства Сина Тай Проперти. Алексей и Вадим, если вы хотите купить подобную виллу, если вам интересно, как отправляются деньги в Таиланд из России, каков налог на данную недвижимость, какой договор у вас будет на собственность. Все это вы можете узнать, если мне напишите или позвоните в описании к этому видео мои контакты. Я вас уже состыкую с Алексеем и Вадимом. Они вам подберут недвижимость, проверят ее и оформят. А напоминаю вам, ставьте лайки этому видео, комментируйте и подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка на мой инстаграм в описании к этому видео или на мою страницу вконтакте. Она полностью инсту дублирует. Там вы получите невероятное количество инсайдов, как продать недвижку, как купить недвижку. Это все про Москву. Рисков очень много. И читая мой канал, вы можете многих рисков этих избежать. Даже без агента. Вы, в принципе, можете агенту и не платить. Я вам так скажу по секрету. Просто читайте и подписывайтесь на мой инстаграм. Все, до новых встреч. Пока.